Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава третьей книги царей читаю свой перевод для библейского портала экзегет ну и у нас начинается схватка вот после нескольких глав посвященных такому упадку упадку благочестия веры в единого бога что в южном иудейском, что в северном израильском царстве наконец появляется фигура, которая этому упадку будет противостоять это пророк Илья и в прошлой 17 главе мы с ним встретились на каком-то очень таком простом бытовом уровне когда он у одной вдовы в Сидонском краю то есть собственно в Финикии, даже не в Израиле спасает сначала от голодной смерти ее вместе с сыном а потом и воскрешает, как это описано, уже умершего ребенка после какой-то тяжелой болезни и все это прежде того, как он собственно возвращается к двору израильского северного царя Ахава и вступает с ним в противоборство тем временем нет дождя Илья предупредил, что только по его слову будет дождь в стране то есть это засуха, это гибель практически всего и вот 18 глава возвращает нас к этой истории Илья против Ахава «Прошло много дней, на третий год было слово Господне к Илье «Ступай, появись перед Ахавом, а я пошлют дождь на землю» Илья пошел, чтобы появиться перед Ахавом «В Самаре был тогда жестокий голод» Вот, а почему сразу нельзя было? Зачем жестокий голод? Видимо, для Ахава просто, ну, теперь уже ничего не оставалось, да? Когда все умирают от голода, ну, что-то надо делать А до тех пор он как-то это иначе себе объяснял, иначе видел Вот, может быть, бывает так, что нужно, чтобы что-то шарахнуло как следует по голове, чтобы человек начал прислушиваться Ахав призвал Авадию смотрительно над дворцом А Авадия очень почитал Господа И когда Изавель, жена Ахава, убивала пророков Господних А Авадия взял сто пророков и спрятала их в двух пещерах По пятьдесят человек в каждой, снабжая хлебом и водой Ахав сказал Авадии «Пойдем по всей стране, осмотрим все источники воды и все речные русла Возможно, найдется трава, чтобы прокормили мы лошадей и мулов И не пришлось бы резать весь скот» Да, вот такая интересная ситуация Вот уже прям все подперло, край И оказывается, там сто пророков еще где-то есть Сто почитателей Господа Они разделили между собой страну, кто куда пойдет И Ахав пошел сам по себе в одну сторону А Авадия в другую, тоже сам по себе По пути А Авадии встретился Илья Он узнал его полниц и спросил «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот ответил «Ступай, сообщи своему господину, что Илья здесь» А Илья же враг народа, да? Он изгнанник И вообще говорить о нем, это уже на себя неприятности навлекать Тот ответил «Чем же провинился я, что ты предаешь меня, своего слугу, Ахаву, на верную смерть? Жив Господь, Бог твой Нет такого народа или такого царства, куда не посылал бы мой господин тебя искать» И когда отвечали ему, что тебя там нет Он заставлял тот народ или тот царство поклясться, чтобы они не смогли тебя отыскать А ты теперь говоришь «Ступай, сообщи своему господину, что Илья здесь» Едва я отойду от себя, как Дух Господний унесет себя неведомо куда Я приду, сообщу Ахаву Он не найдет себя и убьет меня Ведь я твой слуга, почитаю Господа от юности моей Разве не сказали господину моему, как я поступил, когда я завелю любого пророков Господних? Я спрятал сто из этих пророков в двух пещерах, по пятьдесят человек в каждой Стамжая хлебом и водой А ты теперь говоришь «Ступай, сообщи своему господину, что Илья здесь, он убьет меня» Да, вот человек храбрый, наверняка за то, что он укрывал пророков, его тоже могли казнить Но Илья настолько превосходит всякое бытовое понимание, что это уже слишком Вот такого он себе позволить не может Илья ответил «Жив Господь воинство, перед которым я стою сегодня же, я сам появлюсь при Дахаву» Ну вот он дает обещание Смотрите, и вновь он требует трудного Как от вдовы в Сарепте он требовал «Дай сначала хлеба мне, потом своему ребенку», когда хлеба на одну еду только и осталось Так и здесь он требует от Авадии «Иди доложись и скажи, что Илья здесь тебя вообще за это могут убить, но я тебе обещаю, что все будет хорошо» Вот он проверяет человека, да, он дает ему возможность поверить в это обещание или нет Авадий отправился к Ахаву и сообщил ему об этом Ахав вышел навстречу Илье Как только Ахав увидел Илью, то воскрикнул «Ты ли это язва Израиля?» Ну понятно, что обвиняет его Раз Илья сообщил, не будет дождя Значит, Илья виноват, что нет дождя Кто приносит весть, тот и виноват в том, что весть нехороша Илья ответил ему «Это не я уязвляю Израиль, а ты и род отца твоего Вы отбросили повеление Господне и пустили вслед за ваалами» Ваалы – это языческие божества Ну, ваал – господин на языках этого региона Почему ваалы? Ну, потому что языческие башки у каждого свой Господин там этой горы, этого города, там еще чего-то «Так пошли теперь за всеми израильтянам из Сибири, их мне на горе Кармель И пусть туда же придут 450 пророков ваала И 400 пророков его супруги, которые кормятся за столом из Ивели Ну, нормального языческого бога есть супруга, почему бы нет? Ахав послал гонцов по всему Израилю и собрал пророков на горе Кармель Илья подошел ко всему народу и сказал «Сколько еще вам хромать на обе ноги? Если Господь ваш Бог, так вступайте за ним, а если ваал, то за ним» Вот Илья действительно очень простой человек, у него нет долгих всяких рассуждений Давайте выясним, кто Бог И вот не будем там ничего говорить, вот проведем эксперимент Кто Бог? Но народ не отвечал ему ни слова, еще бы Очевидно, что народ колеблется между верностью царю, который почитает ваалу И вот этой силой Ильи, в которой они явно видят что-то настоящее Ну как признать? Вот обычная история Кто движет народными массами? Всеобщее голосование? Большинство? Да нет Народными массами движут небольшие группы людей Иногда даже один человек Но тот, кто уверен в своей правоте И тот, кто может действительно явить эту правоту на деле Что и дальше будет сказано А народ, он потом последует за этим выбором Тогда Илья сказал народу Один я остался пророку Господа, а пророку Фуала 450 человек Интересно, что там еще есть 100 в укрытии Причем дважды об этом рассказывали Почему он тех не выводит? А вот Илья рискует только собой Илья понимает, что ему могут не дать этой возможности Его могут убить У него может не получиться, наверное, в конце-то концов Тогда это его личный риск А те 100 останутся Итак, чего хочет Илья Пусть дадут нам двух тельцов И они выберут себе одного Разрубят его и положат на дрова Но огня под ним не зажигают А я приготовлю другого тельца Положу его на дрова, но не стану зажигать огня Призывайте имя своего Бога А я призову имя Господа Какой Бог пошлет в ответ в огонь Тот и есть настоящий Бог И весь народ ответил Да, хорошо То есть, грубо говоря, мы совершим жертвоприношение Но кроме одного огня не будет Жертвенное животное возлагается на алтарь На жертвенник Но огонь пусть сойдет с неба Угодно ли божеству эта жертва Существует ли это божество вообще Илья сказал пророкам Ваал Выберите себе одного тельца И приготовьте его первыми Ведь вас так много Призывайте имя своего Бога Огня не разводите Они взяли тельца, которого им дали Приготовили его и стали призывать имя Ваала С рассвета и до полудня Они кричали Ваал, ответь нам Но ни звука не было им в ответ Они все скакали вокруг жертвенника Которые соорудили В полдень Илья стал над ними насмехаться Зовите его погромче Ведь он Бог Может, вышел он по нужде Или отлучился куда-нибудь Или заснул Так он проснется Ну, понятная ирония Ильи Да, ничего не получается Вышел по нужде Или заснул Они стали кричать громче И колоть себя по обычаю Мечами и копьями Так, что полилась кровь Ну, такой тоже обычай Наносить себе увечья Во многих традициях есть Даже, кстати, у шиитов В исламе есть Ну, обычно привязывается К какой-то памяти Чьей-то смерти Ну, вот, причиняя себе Страдания Человек тем самым Как бы приносит Жертву Богу Прошел полдень Они ерились Плоть до времени Вечернего жертвоприношения Но ни звука не было Им в ответ Вообще ничего Илья тогда сказал Сему народу Подойдите ко мне Все подошли И он восстановил Разрушенный жертвенник Господень Илья взял Двенадцать камней По числу племен То есть сыновей Иакова Которому было По слову Господня Дано имя Израиля Он приносит жертву От имени всего народа Да, символически Двенадцать колен Здесь присутствуют Из этих камней Настроил жертвенник Во имя Господне Прокопал вокруг канавку В которую вместилось бы Две меры зерна Ну, для того Чтобы стекало Да, там дальше будет вода Но это может быть И что-то еще Кровь Он разложил дрова Разрубил тельца И положил его на дрова Затем он велел Наполнить водой Четыре сосуда И вылить воду На жертву и на дрова Ну, чтобы было мокро И, так сказать Менее склонно гореть Потом он велел Повторить И даже в третий раз Так сделать Это было исполнено Так, что вода Растеклась вокруг Жертвенника И даже наполнила канавку И когда настало время Вечернего жертвоприношения То есть положенное время Когда нужно приносить Господу жертву Пророк Илья произнес О Господи Боже Авраама Исаака Израиля Пусть узнают они Сегодня Что ты Бог в Израиле И я слуга твой По слову твоему Сделал все это Ответь мне Господи Ответь мне И да будет знать Этот народ Что ты Господь Бог Когда вернешь ты себе Их сердца Вот смотрите Чудо для того Чтобы сказать Я крут Нет Для того чтобы сказать Господь истинный Бог И пусть люди это знают Не спал тогда с неба Огонь Господень Испалил жертву Вместе с дровами И камнями И прахом И водой Что в канавке Да вот такая Какой-то разряд Молнии колоссальный Вот все Что было намочено Все Не просто загорелось Но прямо вот Все Исчезло Да Когда весь народ Видел это То они Поолениться Словами Господь Вот кто Бог Господь Вот кто Бог Ну Илья не был бы Ильей Если бы не Последующая сцена Тогда Илья сказал Хватайте пророков Вала Чтобы никто из них Не убежал Они схватили их Привели к Илье К потоку кишон Где он их и перебил Вот Тогда Действительно Соревнование Насмерть Ахав Илье сказал Ступай Пировати Если бы слышен шум дождя Ахав отправился пировать А Илья поднялся На вершину кормили Склонился к земле И спрятал лицо Меж коленями Он велел слуге Иди посмотри на море Вот интересно Он сам Скрывается от всего мира И Где-то внутри себя Он это видит Тот посмотрел И ответил Что там ничего не было Но Илья велел ему Сделать так семь раз На седьмой раз Тот сообщил Малая туча С человеческой ладонь Показалась над морем Тот велел Ступай Передай Ахаву Чтоб тот запрягал И уезжал Мало-помалу Темнело небо От туч Поднялся ветер И начался большой ливень Ахав поднялся На колесницу И поехал в Израиль А с Ильей Была сила Господня Он подпоясался И бежал Пред Ахавом До самого Израиля Вот собственно говоря История Как он показывает Кто победитель И конечно Жертва Которая приносится Означает одновременно И убийство Всех пророков Ваалов В те времена Это было так Однако интересно Что это еще не конец Этого противостояния Ахава И Ильи Язычество И культа Единого Бога В 19 главе Эта история Продолжится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok